Звучит песня Звучит песня Братья и сестры, я не буду долго отнимать ваше внимание. Просто в преддверии праздника Рождества Христова Господь судил, что хор Веденского монастыря, может кто-то не знает, но это тот монастырь в Киеве, где находится чудотворная икона Божьей Матери «Призрина смирения». Эту иконочку знают все. И так судилось, что хор Веденского монастыря приехал в нашу обитель. Конечно, сегодня день будничный, братья на послушании, многие из вас тоже, кто на работе, кто в школе, кто сейчас молебен святителю Николаю Чудотворцу идет, традиционный в нашей обители, который с двух часов служится. Ну поэтому, может, нас немного собралось, но тем не менее мы собрались с искренним желанием пообщаться и духовно утешиться. Наверное, такое братское общение и паломнические визиты из других монастырей, хоров церковных, просто паломнических групп, оно очень необходимо в наше время. Потому что таковое единство, оно не только дает утешение, не только дает особое такое чувство, что мы не одни в этом мире, что мы друг другу нужны. Как-то блаженнейший митрополит Ануфрий сказал такие слова, что в сегодняшние дни дефицит внимания человек испытывает. И вот такие взаимные общения, они очень важны. Тем более, знаете, как Давид Псалмопевец сказал, и пророк в своих словах, «Господь вселяет единодушное в дом, изводя окованное мужеством». Дом наш, это, конечно же, церковь наша. И мы, единодушные, пребывая в этой церкви, единомысленные, мы исходим окованное мужеством. Окованное мужеством на борьбу с грехом, на борьбу с неправдой, на борьбу за свою душу бессмертную, за своего духовного человека, за правду Божию, за добро. Мы выходим окованное мужеством именно после вот такого братского общения. А почему оно бывает, такое мужество? А ведь всякая добродетель и сама добродетельная жизнь в совокупности, и само мужество, как дар от Духа Святого, духовное мужество, ведь это дар от Бога. Ведь Господь сказал, где двое или трое собраны во имя Мое, там я посреди них. Так и Господь присутствует здесь, где присутствует желание братского общения, любви, единомыслия церковные. И, соответственно, Господь благодатью Святого Духа нас утешает, покрывает и укрепляет. От этого и рождается и мужество, и происходят все другие добродетели. А тем более, видя добродетели другого человека, точно так же, как и грехи. Мы, видя грехи какого-то человека, можем ими заразиться, но, видя добродетели другого человека, можем тоже в добром смысле этого слова заразиться добродетелью, стремлением подражать этой добродетели. Поэтому я сегодня искренне слова благодарности хлопцам, девчатам, киевлянам, что приехали к нам и приняли наше предложение выступить в актовом зале. И впредь, святые горы, мы уже ожидаем вас. И как когда-то блаженнейший покойный митрополит Владимир, уезжая из монастыря, мы, провожая его, сказали, вот ваше блаженство, мы вас провожаем, опять будем скучать. Он говорит, я уже начал. Я уже начал скучать. И при этом повторил такие мудрые слова. Если бы не было скорби расставания, не было бы радости встреч. Кого-то мы знаем, с кем-то впервые познакомимся. Ну, я думаю, что это доброе знакомство и в дальнейшем послужит для нас таков братским общением и желанием вашим приезжают святые горы, так же, как с желанием приезжаем мы в стольный город Киев. И всегда как-то с владикой Павлом мы так поблизости, побратски часто общаемся с владикой Дамьяном тоже. И как-то с владикой Павлом стоя, да, он так шутить любит, говорит, я стою так, рассматриваю, навстречу блаженней шоу святых врат троицкий храм, успенский. Шо, святогорецкий намисник, мабуть, дивится, что где-то краска на крыше облупилась. Говорю, нет. Говорю, владыка, я смотрю на эти святые врата, потому что еще в дореволюционное время моя бабушка со своей крестной, Феодосией, с родной теткой, они пешком из Воронежской губернии шли в Киево-Печерскую лавру. Я стою и думаю, что когда-то они через эти святые врата проходили. А я в детстве был воспитан на их воспоминаниях о Киево-Печерской лавре, которая для меня всегда была с детства чем-то таким особым Божьим местом, потому что я воспитан как бы на этих воспоминаниях, на этих рассказах их паломничества. Дай Боже, чтобы ваше паломничество, потом святые горы, потом отражалось в ваших воспоминаниях добрых о нас и послужило нашему доброму дальнейшему общению. Авторской композицией современного украинского композитора Леонида Правдина написано канонический текст «Милость мира». «Милость мира» «Жертву карберия» «Изова» «Завод available» «Изова» 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 «Завод defense» Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры подогнал «Симон» Песня 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 «Симон» Продолжение следует... В праздник Рождества Христова мы подготовили вам цикл калядок украинских, написанный как и зарубежными, так и украинскими композиторами. Первая калядка, традиционная французская калядка, Нуэль Новэль, буквально переводится как «Поздравление со светлым праздником». Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон 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 Субтитры подогнали Субтитры подогнали Симон 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 «Симон» Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнали Субтитры подогнали Симон 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 Сохрани их, господи, на благое и благое лето. Сохрани их, господи, на благое лето. Сохрани их, господи, на благое лето. Сохрани их, господи, на благое лето.